Продолжение следует... Продолжение следует... В частности, вот спрашивают, можно ли после длительного влажного голодания, например, перейти на сухую? Нет, для организма это будет очень тяжелое напряжение, и поэтому делается наоборот. Можно с сухого голодания, когда перейти на влажное, но никогда нельзя переходить с влажного голодания на сухое, потому что это заберет силу у человека, сделает ему большое напряжение. И для лечебного эффекта это не имеет значения, не нужно. Так, хорошо. Значит, в Европе часто под словом «голодание» подразумевают то, что в России называется разгрузочное диетическое... К сожалению, и мне пишут письма, и с Америки, и это, люди пишут, мы проходим 50-дневное сухое голодание. К сожалению, никакого отношения к голоданию это не имеет. Организм работает по принципу «все или ничего». Или питается нормально, или лучше голодает. Но под словом «голод» понимают две вещи. Человек голодает и пьет чистую воду, или голодает без воды. Больше видов голодания не существует. Если даже мы добавим лимон в воду, организм это будет воспринимать как питание. Клетки не усваивает ни кофе, ни чай, ни травы, как многие считают. Мембраны клеток устроены только на чистую воду. Поэтому если мы что-то добавляем, это будет диета. Организм не перестраивается. Желудочная секреция будет вырабатываться. К сожалению, это будет просто относиться к разгрузочной диете. Но никакого отношения к голоданию это не имеет. Значит, либо с водой, либо где с водой. Или только так. Организм работает четко. Так или так. А как вы думаете, чем русская школа голодания, РДТ, отличается от западной традиции? Вот именно этим отличается, что мы понимаем по-настоящему физиологию голодания. И давно было изучено, что добавляем, и если мы подстраиваемся под, как сказать, ну, наверное, слабость людей, мы делаем только хуже. Наше голодание действительно физиологичное. Оно соответствует законам природы. А так как, ну, старается сделать, как бы облегчить человека, у нас в самом деле это все приведет к обратному эффекту. Надо делать все так, как положено и физиологично. Все это изучено, все это доказано, что никакого ацидоза, самых главных перестроечных моментов голодания при таких диетах не происходит. Это диета, которая, в принципе, может разрушать организм. Это дистрофия. Это не голодание. Чем отличалось при блокаде Ленинграда? Люди, казалось бы, кушали что-то чуть-чуть, но они умирали от дистрофии. Если провести правильное голодание, кроме лечебного эффекта, не будет. Поэтому голод и диеты, диеты вызывают только дистрофические процессы в организме. Вот там вся разница. Наши школы и западные. Еще и психологический момент, наверное. И психологический момент в том, что когда мы ничего не кушаем, организм легко перестраивается. На второй день блокируется желудочная секреция, значит, будет отсутствовать жор, аппетит. Но, к сожалению, когда мы добавляем что-то, этих механизмов не происходит. Человеку будет очень хотеться кушать и так далее. Это не голодание. Это стрессы психологически. Это еще дополнительный стресс. Так, Сергей Иванович, Вы автор методики сухого фракционного голодания. Я знаю, что известно в России обычное сухое голодание, но у Вас именно сухое фракционное голодание. Чем отличается Ваша методика от обычного сухого голодания? Становится все слабее и слабее. Лет 100 назад для человека пройти 40, 50, 60 дней голодания не составляло никакого труда. Но настолько все поменялось. Поэтому эта методика была разработана под условия жестких и растущих неблагоприятных экологических условий. То есть пройти сразу лечебный срок голодания для современной человека очень и очень трудно. Это какой срок лечебного голодания? Ну, 11 дней. 11 дней, да. Поэтому мы разработали методику, которая идет по частям. Доктором Войтовичем в Беларуси было доказано, что если человек будет проходить, ну, допустим, проще сказать, нормальный лечебный срок 11 дней, мокрый голод 60. Но пройти сразу такой голод для современного человека очень трудно. Но сделал интересное открытие, что если разбить этот голод на три части, то есть сделать по 20 дней, но между голоданиями будет меньше двух месяцев и человек будет соблюдать определенную диету, то голод наслоится на голод. То есть получится 60, но для организма будет восприниматься как 3 по 20. То есть это легко, это легко и физиология, психология, но эффект будет тот же самый, что от 60. Также и сухой голод. Поэтому, подобрав под эти условия, подобрав под это, мы стали делать голод фракциями. То есть первый голод 5, потом человек восстанавливается, следующий голод будет, допустим, 7, и в итоге в общей сложности получается 11. Ну, психологически, физиологически это будет гораздо комфортнее и легче. Ну, в общем, все обратно было. Да, да, да. Значит, у вас какие сроки получается? 5 и потом 7? Ну, это зависит от веса человека, от его заболеваний, от его подкрытого. Это можно подбирать. О сроках сухого градания, то есть какой идеальный срок в домашних условиях и какой, скажем, обычный срок при присмотре врача? Ну, по нашему практике, опыте, наиболее, ну, конечно, зависит от состояния человека, от его заболевания. То есть при тяжелых, серьезных заболеваниях больше трех дней в домашних условиях голодать не рекомендуется. Если человека, ну, нет таких, и как бы он хочет сделать это с точки зрения оздоровления, профилактики, ну, 5 дней больше в домашних условиях я не рекомендую проводить. Ну, должно быть при этом вот подготовка, да? К сухому голоданию, чтобы не было никаких побочных действий, должна быть идеальная подготовка. Голодание, сухой голод приравнивается, ну, наверное, как операция. Так же, как готовится к операции, чем лучше, тем лучше операция пройдет. Так же и сухой голод. Здесь никаких поблажек, никакой лени быть не должно. Хорошо. Ну, как женщина задает такой вопрос, что если в течении сухого голодания... Если я так понял, что я понял, что когда бывают всякие, ну, женские дни и так далее, то ничего страшного, что если женщина будет прикасаться... Самое главное при проведении сухого голодания, чтобы вода не попадала в рот. Не полоская. Все остальное умываться, может даже помыться. Для трех-четырех-дневных голодания никакого негативного воздействия на лечебный эффект не будет. И можно продолжать тогда сухой голоданию, да, без проблем. Самое главное, чтобы вода не попадала в полосе следа. Вот еще люди пишут, задают такой вопрос. Все привыкли в Европе ставить клизмы, да? Почему не надо ставить клизмы при сухом голодании? Во-первых, все очень просто. При сухом голодании, при отсутствии воды, никакого всасывания токсинов не происходит. Все может сосаться только в присутствии воды. Это раз. Если мы будем ставить клизмы, то у нас может вся, ну, как сказать, все отходы организма, ну, как их называют, шлаки. Если мы поставим клизмы, они могут всосаться и вызвать мощную интоксикацию. Организм очищается при сухом голодании за счет повышения внутренней температуры. При проведении сухого голода, каждая клеточка похожа на маленькие термоядерные реакции. Она включает мощную температурную реакцию. И за счет этого происходит самоочищение организатора. Хорошо. Ну, еще такой вопрос. Значит, так, ну, в книгах вы достаточно так подробно говорите о первом и о втором ацетическом кризисе. Значит, ну, можете немножко об этом рассказать? Какие сроки и всегда ли наступает вот второй ацетический кризис? И у всех, у больных, и у, скажем... Первый ацетический кризис происходит в основном с первого по третий день. Практически у 90% людей. Это перестройка организма на эндогенное питание. Если на мокром голодании это происходит с четвертого по десятого, то на сухом голоде с первого по третий день. То есть при отсутствии углеводов организм переходит на расщепление жиров. В результате накапливаются кетоновые тела. Это и есть первый ацетический кризис. Люди на сухом голоде его просто не замечают. Вот при влажном голодании может быть ухудшение самочувствия, запах ацетона на сухом голоде такого не происходит. Он происходит более мягко, комфортно и быстро. Обычно с первого по третий день. Чем чаще голодает человек, тем быстрее он начинает. Может проходить и в первый день, и во второй день. Но обычно у среднего человека не голодает, считай, с первого по третий день. Второй кризис, он больше не ацетический, он больше лечебный. То есть когда происходит максимум сгущения крови, максимум концентрации определенных гормонов, это обычно происходит с седьмого, зависит от веза и стажа голодания, с седьмого по 11 дней, то происходит, ну, наверное, это больше лечебный кризис. Происходит повышение температуры, обостряются все хронические заболевания. Это все происходит в коротких, ну, то есть это я бы кризис больше назвал лечебным. Это и у здорового человека? Да, и у здоровых людей вообще нет. То есть человек, который считается здоровым. На самом деле при современных условиях жизни здоровых людей не бывает. Есть жаловицы, есть не жаловицы. То есть это как бы максимум пик лечебного эффекта. Проявляется он у всех по-разному. Но именно среднестатистически к девятому дню обычно происходит, ну, наверное, самый лучший, мощный оздоровительный эффект. Но зависит от свеса, от стажа голодания, от заболеваний. Все настолько, ну, я рассказываю общий принцип. Ну, да, 9-й день такой приятный будет. Так, еще вопросы, вот тоже задаю вопросы. Сухой город и Ирак. Ирак. Да, ну, может, сухой город, так, по-моему. В моей практике были случаи излечения первой, второй стадии рака. Были интересные случаи, когда у женщины случайно, случайно при обследовании нашли рак. Она приехала к нам на Алтай, она проходила голод. На 9-й день температура тела у нее была 40 градусов. Она была красной, как помидор. Она прошла, то есть вышла из голодания только тогда, когда прошла температура. И когда мы сделали обследование, врачи сказали, что это ошибочный диагноз. Но, к сожалению, люди обращаются в слишком поздних стадиях. Люди обращаются, когда прошли химиотерапию. Когда убита вся иммунная система. Когда жизненная сила организма уже, ну, можно сказать, на самом низу. К сожалению, голодание в таких случаях неэффективно. Что просили вот по поводу такой случаи, там, при асците и террозе, и поглотите. Ну, вот такой. Одно из, как сказать, ну, наверное, и полезных свойств. Ну, можно сказать, не бывает ничего полезного или ничего плохого. Бывает и то, и другое. При сухом голодании происходит сгущение крови. С одной стороны, это очень полезно для организма. Так как за счет этого происходит концентрация иммунных клеток, концентрация гормонов. Но это имеет и свои побочные действия. Это вызывает перегрузку организма. Цирроз – это уже финальная стадия повреждения печени. Так как у нас портальная вена идет через печень. И если мы будем голодать на сухую, то мы, увеличив сгущение крови, мы сделаем мощную перегрузку организма. Поэтому категорически нельзя голодать при циррозах печени. Ну, в принципе, даже, наверное, привлаживаем. Это уже финальная стадия. Чудес не бывает. Всплажный тоже не советует. Нет, я не советую. Потому что, хотя врач Орлова у нас в Ростове-на-Дону, она вылечила себе цирроз печени. Ну, цирроз урочен, если начало есть. Но если уже асцит, а у нее асцита не было, не было начало. Она вылечила за 30-дневное голодание. Но если есть асцит, это уже печень. То есть, вообще не может работать. То есть, кровь вообще через нее не может пройти. И жидкая часть крови выходит в брюшную полость. Это финальная стадия. И даже разгрузочный терапия. Ну, наверное, здесь надо делать не жесткие сроки. Может быть, делать однодневное голодание. Ну, наверное, просто, чтобы продлить качество жизни. Вылечить это уже невозможно. Еще, Сергей Иванович, какие, на Ваш взгляд, самые ответственные моменты при сухом голодании? Ну, что нужно обратить внимание? Самый ответственный момент, когда нужно прекращать сухого голодания, это, конечно, чистота пульса. То есть, если у человека чистота пульса свыше 120 ударов и очень плохое самочувствие, это самый главный критерий прекращения голодания. То есть, идет интоксикация, организм не справляется сразу. Сразу же надо прекращать голод. Запомните, пульс свыше 120 и очень и очень плохое самочувствие. Вот основные критерии, по которым надо срочно прекращать голод. Еще, ну, скоро в Италии выйдет эта первая монография о сухом голодании, но голодании вообще, в частности, о сухом голодании. Какие пожелания Вы хотели бы дать будущим итальянским читателям? Я бы хотел сказать, что это методика природы. Конечно, это не панацея. Но она при правильной, идеальной подготовке обладает очень мощным, эффективным, лечебным действием. Сейчас очень в мире много и онкологических заболеваний, и очень много аутоиммунных заболеваний. Вот сейчас очень хороший у нас результат. И вот сейчас ко мне приходят и приезжают. Болезнь Бехтерова, ревонтоидный артрит. И это самое лучшее на сегодняшний день профилактика онкологических заболеваний. Лучше сделать профилактику, чем лечить рак. Но это вообще, я считаю, в современных условиях, при чудовищной экологии, фармакологии и так далее, это, наверное, самый действенный, простой, эффективный метод природы. И еще похожий вопрос. Какие бы рекомендации Вы бы хотели передать итальянским врачам, экспертам по голоданию, которые собираются? Я бы хотел им передать пожелание, чтобы они, наверное, относились к этому действительно как к эффективному. То есть не надо критиковать, если ты сам не попробовал и не увидел пациента. Второе. Если Вы хотите проводить голодание, надо его проводить так, как надо, как действительно изучено физиологично это. Не надо ничего добавлять. Не надо добавлять вина, не надо добавлять травы. Все или ничего. Или проводить голодание по-настоящему, или лучше этого не надо делать. Все остальное – это лечение диеты. И, наверное, поэкспериментировать на себя. Ну и, конечно, если любой доктор хочет заниматься, он должен пройти и пропустить это через себя. Иначе никакого знания и опыта не будет. Только пройдя себя, ну, если даже лучше и вылечив себя, можно спокойно и честно смотреть в глаза своих пациентов. Хорошо, Сергей Иванович, я знаю, что Вы в течение Вашей практики по сухому голоданию, Вы всегда комбинируете сухое голодание с массажем внутренних порт. То есть, так как, я еще раз сказал, с каждым поколением, скажем, наверное, даже пятилетия в детстве мы становимся все больнее. Ну, как бы сказать. Поэтому чисто один голод, к сожалению. Когда я начинал голодание 30 лет назад, и сейчас я вижу, что с каждым, ну, наверное, десятилетиям голодания становится менее эффективным. Поэтому, чтобы голод был максимально эффективен, мы стараемся помогать организму. Мы включаем сюда медовые массажи, мы включаем сюда наши старославянские практики, мы помогаем на выходе и, как бы сказать, на голоде. Мы стараемся восстановить подвижность позвоночника, восстановить подвижность внутренних органов, стараться максимально расслабить мышечную систему человеку, чтобы и голодание было эффективно, чтобы организму было легче работать. Поэтому, чем более комплексное лечение, тем лучше будет эффект от голодания. Вот, я еще хочу сказать, что вот у меня такое ощущение, что в Италии очень большой, действительно, интерес к искусому голоданию. Вот, и хотел сказать, что в России тоже в 70-е годы, благодаря работе профессора Николаева, там была настоящая мания на голодание, ну, правда, на влажных голодания. Как вы думаете, как обстоят дела сейчас в настоящее время в России с сухими и с влажными голоданиями? Ну, вы знаете, я вам скажу так, что, ну, наверное, любая методика лечения, она всегда переживает подъем и спад. То есть, когда Юрий Сергеевич Николаев выпустил свою книгу «Голодание ради здоровья», ну, наверное, это был наибольший пик интереса, популярность и голодания. Но постепенно, как сказать, неправильные подготовки, может быть, это, ну, как и в присуворенной, в самом родоначальнике голодания. Всегда любая методика имеет подъем и спад. Вот у нас, я думаю, сейчас наблюдается подъем и большой интерес не только к влажному голоданию, но и сухому. То есть, в наш центр стало приезжать все больше и больше и больше людей. Стало даже приезжать из-за границы. Очень много стало приезжать из-за границы. Ну, потому что, ну, наверное, люди разочаровываются в современной фармакологии, в тех подходах медицины. И поэтому, ну, наверное, больше всего стали обращать, двигаться. То есть, вот я считаю, что у нас, ну, я посмотрел в интернет-системах поисковых, у нас в России по запросу сухое голодание или влажное ежемесячно смотрит от 300 до 500 тысяч. То есть, раньше такого не было. У нас снова как бы был спад, но у нас сейчас снова идет подъем, голодание. Плюс, очень большую роль сыграл японский ученый, который получил Нобелевскую премию за открытие механизма клеточной аутофагии. Но это сыграло большую роль интереса голодания не только у нас в России, но и я так понял во всем. В двух словах разница и преимущество сухого голодания по отношению к влажному голоданию. Ну, о сроках Вы уже говорили, что это у нас время еще. Даже, наверное, очень трудно сравнивать, потому что сухого голодания, ну, то есть, очень просто все. Вода – это жизнь. Но жизнь не только для человека, ну, и для всяких вирусов, бактерий и так далее. У меня были пациенты, которые, ну, допустим, голодали 20-30 дней, у них выходили паразиты на 30 дней. То есть, вода, как бы сказать, помогает больше. Ну, и вирусом это спокойно существует. Сухое голодание – методика жесткая. Без воды выживает только самые сильные структуры. Самые сильные структуры. То есть, сухой голод приравнивается к операции. Ну, здесь оперирует сама природа. И при таких жестких условиях выживет самый сильный. И самый сильный даст только самое сильное здоровое потомство. Тут, конечно, очень даже трудно сравнить. Тут сухое голодание, оно даже и поэнергетическим. Но, во-первых, у современного человека очень много мертвой воды. В условиях жестких в организме каждая клеточка начинает вырабатывать самую лучшую живую водичку для себя. Поэтому это единственная методика в мире из всех видов голоданий, при котором происходит замена мертвой воды на живую, созданную своим организмом. Экзогенную, на эндогенную воду. Поэтому, ну, наверное, трудно вообще это сравнить. Ну, во-первых, здесь происходит сгущение крови, как я уже говорил, тут повышается иммунитет несколько раз, повышается количество противовоспалительных гормонов. Потом, при хронических воспалениях, любое воспаление – это вода. Когда человек голодает на воде, воспаление практически уходит очень мильно. Нет воды – нет воспаления. Почему, если мы при любом РЗ или гриппе голодаем на воде надо 4-5 дней, на сухом голоде, то все проходит за 2 дня. То есть и сроки, и воздействие, эндогрис более жесткое, ну, и более эффективное. Поэтому к этому виду голодания надо готовиться идеально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова